В общем, конь Б4. Я испугался играть. Сыграл их 5. И в 5 слишком нервный ход. Взятие. Взятие конем. Ну, я думаю, что вот надо было ему так сыграть. Ну, ладно. Началась следующая партия. И сразу дают Гроссмейстера. Одну единственную партию я выигрываю. И сразу Гроссмейстер. Да что такое? Ну, давайте. Получилась такая французская. Поменялись. Ц3 пока. Рокировка, наверное, не ошибка. Так, как здесь развиваться? Ну, давай попробуем конька через А3. И, допустим, сюда. И, допай, Б4 сразу. Ух ты, блин. А он неплох, да? Ну, ладно, пока отошел. Хочу, может быть, 5 сыграть. А, Юбития. Those are your, uh... Those are your Russians on Chess.com. This is the thing that when, uh... Someone's commentating, like, Данья, and you accidentally click the Russian flag, then it takes you to that page, like... Chess.com stance on what's going on in Ukraine. Which, of course, only happens when you click a Russian player's name. So, of course, you're, like, chatting about Russian players, and, like... Как мы получили французскую? О, да, да, да. О, на Пам-де-ши, или что-то. And then, all of a sudden, you click that thing by accident, and it brings up the page during the broadcast. Упс. По идее, у белых должно быть куча лишних темпов, но как-то это не чувствуется, да? Вот я даже не знаю, стоит ли мне тут B5 играть, контекст за Чиск, и край пойдет. Seems okay. Давай пока защиту, типа... Аккуратненько сыграем. Я думаю, ладья c8, да, последует с давлением. Ладья c8, очень логично смотрится. Нет, он сюда откроет. C8, B7. Not really threatening. Тогда, может быть, пока сюда. I would probably just bring the night back. Я хочу ладью c1, чтобы защитить. И здесь где-то G4 буду. I like my queen here. That's for sure. Так, вот я не знаю, может ли G4 сюда разменялся G5. H6, и есть ход сейчас H5, да? Мне кажется, пока рано, надо коня защитить. Конь подвисает во всех вариантах, и это плохо. Вот здесь, может быть, так сыграть. G4, вперед, взял-взял G5. Кстати, мне кажется, вот этот ход, кстати, заслуживает внимания. Пока его фигуры там на другом фланге где-то отдыхают. то есть на этот ход я разминиваюсь и G5 играю, пытаюсь слона выиграть. Вот так вот. А, вот он сюда хочет перевести, да? Ага. На F5 будет неприятно, согласен. Может, B5 сыграть. Так, ладно, давай пока сюда. Поле F5 контролируем. Он на G6 может. Тогда я сюда отойду, да? Найд, он здесь будет на QG4. Давай сюда, и поменялись. Что? Ой, блин, там же пешку на G5 просто забирают. Это не то, что я ожидал. Ну, чтоб тебя. Чтоб тебя. Ладно. Рык C7. Давай забрасывать так далее. Но этот парень здесь. Но я думаю, что мы можем. Начнем с этим. Погоняй этот Рыка, берите Квинбэк. Отгоняй меня, ладно, пошел. Берите Квинбэк, Ну, давайте, у нас 4 пытаются по диагонали, какое-то давление. На Ладится 8 взять, и он должен конем бить, получается. Блин, пешку отдал, обидно. Я думаю, надо побить его Я не уверен, что это был хороший движ для него Все, хидом Давай сюда влезем Давай сюда Хватит Хватит Ага Здесь он будет играть Д5 Блин, пешку отдал, но может быть есть какая-то компенсация Хоть какая-то Давай вперед Так-так-так, напал, да Ну давай сюда Здесь взяли Ай-яй-яй-яй Играть на победу, молодец Ладно, взяли здесь Сюда 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 Ааа, ну сюда Сюда Нельзя бить пешку, да? Давайте это пойдем Он тоже пошел Давай вперед Блин, опасно Давай так Взял вперед Сюда Ох ты, блин, вперед Ферзь И что, я не могу ничего сделать? Серьезно? Да, блин Да, блин Пешка проходит с матом просто Аааа Бежать Бежать Ну тут ты разве убежишь? Какой облом, а? Четыре ферзя Четыре ферзя И один ход Не обычно в раунде 4 Это когда я пешку, что ли, зевнул? Потому что мы делали раунде 1 и потеряли раунде 3 Мы сегодня были настоящие шутки И вот так вот играет французскую без кучи темпов Спокойно Да, это было очень ступидно Слон А6 Размен КГ6 БФ4 Ф6 Литерально Хотя говорят, что c4 лучше Ну ладно Рокировка Бэчер Это не очень хороший ход Вот здесь слон d2, да, предлагают сыграть И если так же конь c6 Тогда конь е3 Да, и после этого движения Он, наверное, должен взять Окей, а4 был успешен И теперь я думал, что у меня есть ферзи, да? Ну ладно, я сыграл Как я сыграл? Ферз е2 Решил по их ферзях играть И здесь я думал, что у меня были луны Защитил Потому что у меня нет, что у меня не попадает Все, да Спасибо, Сорник Здесь у черных уже лучше G4 Хороший ход Взял, взял G5 Это правильно Конь е7 Конь е7 Надо было теперь G4 сыграть Напасть Теперь на конь f5 уже Вот уже на конь f5 Конь е3 смотрится Ну тут конь d4 Вот Ладья d1 Сломбит f2 Какая-то фантастика И типа конь b3 Но это позиция в пользу В пользу белых Однозначно То есть надо было напасть А если бы он сюда защитил Тогда Тогда конь е1 С идеей конь f3 Либо конь g2, да? И это победа, наверное, первая была бы А я вместо этого сразу конь е3 сыграл Это Ошибочка Вот это был самый сильный ход Сюда Правда у него есть такой ход Нападая на коня Я типа конь е1 Он типа размен, размен Взял на 3 Я взял, допустим, седан И он еще одну первую съел Тут у меня хотя бы лишняя фигура Надо было так играть, в общем Конь е7 Сюда я сыграл Конь g6 Здесь тоже надо было ферже 4 Все-таки попробовать Ферже 4 И Конь g2, да? И ему надо опять ходить опять И на конь g2 На конь g2 Просто отдавать фигуру здесь Взял, взял Взял И вот эту позицию катать А слон g3 просто зевок пешки Я чуть не заметил, что он пешку мог побить Ну и, собственно, после этого После этого игра я посыпалась Надо было так сыграть А я пешку отдал Ну и дальше Особо ничего у меня не было Нигде Кто это был такой? Сильный игрок Аман Хамблентон Аман Хамблентон Аман Хамблентон в Торонто Я Я